Данных Не знаю Все Всем привет Сегодня 21 августа Сегодняшняя тема Наша интеллектуальная собственность, защита и регистрация Небольшую ремарку хотел вначале внести По поводу Сегодня я презентовал Нейминг Так называемый Что это подразумевает? Эта ситуация у меня сложилась такая Что достаточно много продуктов мы запускаем И в начальной стадии мы хотим получить Правильное название продукта Чтобы потом, если товар заработает Или группа товаров Или вообще все товары Если слово универсальное Мы сможем спокойно, без надрывов Зарядить торговую марку Александр как раз расскажет Сколько это будет примерно стоить И вообще, как это примерно делать Потому что да, мы каждый думаем, что можем придумать Я столкнулся с такой ситуацией За две недели ничего толком не придумал И сделал просто название Одного из своих брендов Тупо Того, что нет в Амазоне И того, что нет в Гугле То есть я забил по-быстрому Посмотрел Нет, ну и так сойдет Но на самом деле Этим надо заниматься серьезно Если у вас какие-то задачи Долгоиграющие То лучше, конечно, сделать заведомо Это все правильно До этого у меня не было таких возможностей Я знаю, там есть ряд сайтов Которые этим занимаются Но Непривычнее работать с человеком Лично мне Чем, например, работать с какой-то машиной Куда там что-то забивать Выдавать Рассказывать Кучу данных вносить И после этого Получать результат Ну вот Или какое-то количество результатов Ну вот, Александр, я думаю По этой тематике сегодня Раскроет нам все вот эти вопросы Тема Достаточно важная Потому что уже многие понимают Для чего все это делается И вот это вот название своего бренда Дороже потом выходит нам Переупаковывать Переделывать Лисинги Название магазина И всего остального Тебе слово, Саша Вперед Добрый день всем Или добрый вечер Я Начну Скажем так С АЗОВ С общих Вообще понятий Создание торгового знака Логотипа Для чего это нужно Как это нужно И потом постепенно Буду переходить К темам Нейминга Регистрации торгового знака И К патентам Как завершающий Самый Сильный По защите Юридическим документам Итак В принципе Для чего нужен торговый знак Для того чтобы он был узнаваемым Для того чтобы он создавал ассоциацию клиента На ваш продукт В первую очередь На оригинальность продукта Чтобы он отличал ваш продукт От всех остальных Естественно Чем лучше у вас подобрано название Тем эффективнее будет реклама Тем лучше клиент будет вас запоминать И вы у него будете ассоциироваться Вернее ваш продукт Очень часто бывает так Так что люди которые Скажем так Не разбираются Просто берут придумывать Какое-то название Которое им кажется Самым подходящим И начинают под ним работать Как результат При первой же проверке В том же самом Юспоту Находится сотни точно таких же названий Обычно это допустим Принцип стандартный Для носков подбирают названия Какие-то там тоже носки Или для масла масляного Есть очень такое вот Как говорится правило Никогда не подбирайте для масла Какие-то ассоциации Насчет масленности Газ, то есть сладкости Точно так же Нужно уходить от стандартных ассоциаций Потому что в принципе Особенно учитывая Американский рынок Где работают куча компаний По неймингу По созданию логотипов Ассоциаций Все стандартные названия Уже давным-давно проверены Зарегистрированы И в принципе К ним нет смысла даже Возвращаться Я иногда просто На взгляд смотрю Допустим Гуд лайф Для товара Связанного с жизнью Или с туризмом Ну это 100% понятно Что эту комбинацию Уже давным-давно Зарегистрировали Во всех нюансах Гуд лайф из гуд Гуд лайф из бета И так далее То есть в первую очередь При выборе названия Или логотипов В первую очередь Выбирается Какая-то уникальная Комбинация слов Это может быть Что-то фантастическое То есть есть Четыре уровня Основных защиты Первая Которая Прямо Напоминает О товаре Второе Что считается В принципе Довольно-таки Самой слабой защитой Второе То что Скажем так Какой-то Два слова Похожих на товар Допустим У вас есть товар Постельное белье Вы выбираете Для этого товара К примеру Какой-то образ Из серии Известных Спящих героев Там Просто из сказки Самый простой Пример Мы берем Какого-то героя Из сказки Пускай Это будет К примеру Дональд Не самый удачный Пример Ну допустим Пускай Это будет Дональд И второе слово Мы подбираем К примеру Прилагательное Дальше идет Комбинация Из этих слов Когда у вас Создается Какое-то Более-менее Уникальное Уникальное Название Его нужно проверить В первую очередь На точность То есть Самый простой вариант Вы заходите В базу СПТО Или любую Торговую базу Базу торговых знаков И забиваете Это точное название Естественно Для США Если вы нашли Это точное название Для вашей категории Для вашего класса Вы можете его Автоматически Откидывать И дальше искать И так Ведется процесс Поиска Уникального Названия Когда вы его нашли Уже идет Этап Подборки Логотипа В первую очередь Это должен быть Уникальный шрифт Есть такой сайт MyFonds.com На нем Можно проверить По названию Шрифта Его стоимость Либо он бесплатный Либо он Стоит Каких-то денег Некоторые Шрифты Могут стоить 200 300 400 долларов Также На каждый Шрифт Есть лицензия На одного На пять На десять Человек И так далее После шрифта Естественно Подбирается Эмблема Логотип И цветовая Гамма Здесь есть Пару Всем известных Примеров У нас на экране Всем известный Амазон Нами любимый Сайт MyFonds MyFonds Уровень Уровень защиты Вашего Торгового Знака И естественно Какие-то Уже Специально Для вас Разработанные Фигурки Животных Дизайнером Являются Высшим уровнем Защиты Очень часто Бывает ошибка Что подбирают Дают Задания Например На каком-то сайте Там Фриланс Фриланс Или Стоковые сайты Изображений Обычно Это делается И вам по-быстрому Делают Название Практически Вообще Его не проверяя В лучшем случае Его проверят На точность То есть Чтобы не было Зарегистрировано Точно Такого названия Хотя При разработке Наименования Нужно Проверять Его На подобные Названия То есть Две-три буквы При регистрации Торгового знака Не являются разницей Точно так же Звуковая разница Может быть Написано Совсем Но Если звучит И выглядит Логотип Похоже Будет отказ Плюс К этому Есть Нюансы Изображений Обычно Когда даются Задания Дизайнерам Они считают Вернее Они работают По простому Принципу У него Есть 10 Этих Картинок Для Москвы Он делает Одной Фирме С этой же Картинкой Один Торговый знак Для Петербурга С этой же Картинкой Он делает С другим Номинованием Другой Торговый знак Но Картинки Если они Встретятся В одном И том же Классе По ним Будет отказ То есть Вы получите Отказ Даже не По наименованию А по логотипу Почему Не стоит Брать Картинки С Так Называемых Стоковых Сайтов Потому что На каждую Картинку Есть Лицензия В принципе Огромные Гарантия Забив На все Картинки Есть лицензии Большая часть Лицензии Сделана На уникальное Использование Этой картинки То есть Без права Без права Отзыва Готовки В первую Очередь Подготавливается Специфика Товара То есть В принципе Очень просто Подобрать Логотип Наименование Если у вас Есть готовый Товар По нему Проще Находить Ассоциации А также Проверять Если вы Проверяете Допустим Два Три Четыре Товара Которые Попадают В один Класс Это Уже Сложнее Точно Так же При Поиске На Чистоту Торгового Знака Проверяется Обычно По Конкретному Товару Потом По Классу Если У вас Три Четыре Товара Которые Попадают В два В три Класса Естественно Этот Поиск Значительно Усложняется Он Солнится Значительно Дороже Но Это Для Крупных Компаний В первую Час Нет Не Для Крупных Компаний Которые Закрывают Все Спирты Все Адвокаты Так Делают Поиск Я Так Делаю Поиск Все Мои Знакомые Адвокаты Так Делают Поиск То есть Мы Сначала Делаем Поиск По Товару Потом В Классе Если Этого Достаточно Если У клиентов Все Товары В этом Классе Тогда Мы Говорим Что Да Пожалуйста Вот 95% Мы Даем Вам Что У вас Будет Положительный Результат И Вот Яркий Пример Как Обычно Проверяют Не Буду Говорить Некоторые Компании Скажем Так Сайты Которые Предлагают Услуги Допустим По Регистрации Торгового Знака За 200 Долларов Они допустим Подберут Вам Название И Уникальный Логотип Но Сам Принцип Проверки И регистрации Торгового Знака За 200 Долларов Включает Наверное Просто Проверку На точное Название Что Занимает В принципе 5 минут Вы Заходите На сайт Проверяете Есть Это Название Или Его Нет Вот Это То Что Предлагается За 200 Долларов Всеми Компаниями Типа Трейд Марки И так далее Здесь Пример Как Разрабатывает Дизайнер Логотип То есть Вот Есть Название Допустим Алоэ Или Зебра Вот Это Название Разрабатываются Какие-то Уникальные Фигурки Не обязательно Что Это Могут Быть Животные Вот Видите Если Есть Буква Стилизованная З От Зебры Есть Просто Голова Зебры И так далее Справа Видны Стилизованные Шрифты Все Эти Шрифты Уникальные Это Не те Шрифты Которые Вы находите Допустим В Word И Аккуратненько Их Подбираете При Таком Подборе Очень Часто Бывают Ситуации Вы Заходите На Сайт MyFonds Ком И Смотрит Что За Лицензию На данный Шрифт Нужно Еще Заплатить 75 А то И 200 Долларов Вот Пример Неудачного Неудачной Разработки Логотипа То Есть Он Не Четкий Не Ясный На Что Он Намекает Может Быть Это Мороженое Может Это Еще Что Другое Может Это Вата Какая То Скажем Так Не Очень Удачный Пример Кстати Этот Пример Взят С Сайта Который Разрабатывает Логотип И Называется Logaster .ru Это Примеры Логотипов И Бренд Бук То Есть Визитки Обертки Наклейки И Так То Есть Так Называем Фирменный Стиль Итак Для Того Чтобы Обобщить Всю Информацию Которую Я Сказал В Первую Очередь При Выборе Номинования Нужно Определиться С Товаром Если У Вас Есть Готовый Товар По Этому Товару Подбирается Логотип Согласно К Международной Классификации Товаров И Услуг Вообще Всего 45 Классов 35 Из них Относятся К товарам Остальные К услугам Большинство Людей На Амазоне Интересуют Только товары Насколько я понимаю На этом сайте Можно найти Допустим Вы торгуете Вашими носками Забиваете В поиск На носки И смотрите В вашем Классе Все Похожие Товары Что Значительно Упрощает Вам Задачу При Дальнейшем Введении Бизнеса То есть Если вы Будете Работать В этом Классе Регистрация Будет Значительно Дешевле Регистрация Торгового Знака Ведется По Классам Также Поиск Ведется По Классам Естественно Если вы Постараетесь Выбрать Все Ваши Товары Понятно Что Начинаете Вы работать С одним Товаром Максимум С двумя Дальше Третий Четвертый Пятый Товар Старайтесь Выбирать В одном Классе Потому что Когда вы Будете Регистрировать Товарный Знак Это Выйдет Вам Значительно Дешевле За Каждый Дополнительный Класс ЮСПТО Взымает Плату 275 Долларов Общие Данные О регистрации Торгового Знака Недавно Денис Ты Влаживал Тоже Live Юрист Американоязычная Девушка Консультировала Она Вот В своей Консультации Так Выразилось Что В течение Двух Недель Можно Подать Торговые Знаки Будет Сразу Ясно Получите Вы Его Или Нет Возможно Это были Неточности Ее Перевода Вернее Незнание Правильное Русского Языка Но Невозможно Дать Стопроцентную Гарантию О том Что Вам Вы придадут Торговый Знак Потому что Мало Того Что Есть Куча Похожих Знаков Само Юспоту Берет Себе Минимум Три-четыре Месяца На то Чтобы Все Их Сравнить Плюс Есть Тема Приоритет Я много О ней Говорил Эта Тема Касается А вот А вот Его Публиковали Но Дата Приоритета То есть Когда Он Зарегистрировал Торговый Знак У него Практически Год Назад То есть Даже Когда Эксперт Делают Проверку Вот Сплывает Допустим Этот Джон С Приоритетом На 3-4 Месяца Что Это Показывает В принципе Гарантии Невозможно Отдать Если Вам Кто-то Дает Гарантии Сто Процент Считайте Что Он Просто Напросто Не Специалист От Него Нужно Обижать Как Горячей Воды Или От Огня Уже На Выбор Опять Управление Товарных Знаков США Взымает Плату 275 Доллару Есть Тариф Меньше 200 Но Этим Тарифом Могут Пользоваться Только Скажем Так Супер Профессионалы Которые Могут Заполнить Полностью Все 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 Документы Не Сделав Ни Одной Ошибки Потом Если Вы Делаете Какую-то Ошибку С Вас Снимается Дополнительная Оплата За Каждое Исправление Дополнительная Мы взимаем Плату 100 долларов В зависимости Также От количества Товаров И классов А вот Некоторые Бесплатно Делают Расскажи Как Ты Считаешь Ну Вы Знаете Можно Делать Конечно Бесплатно В принципе Вот Достаточно Я могу Даже Тебе Денис Показать Как Зайти На Этот Сайт Юспоту И Зайти Еще В Пару Баз Платных Проверить На Точное Название Это Займет Буквально Полчаса Час Максимум Да Мы Проверили Точное Название Вот Вам Бесплатно Как Говорится Проверка Но В эту Проверку Не Входит Проверка На Похожие Знаки Которые С разницей Там Вот Допустим Простой Пример Какой-то Торговый Знак Где Есть Буква Х Буква Х Может Писаться Через К Х Через К С Через Просто Капа Через Еще Какую-то Комбинацию Букв Вы Забиваете Точное Название Вам В результате Поиска Вы Не Получите Точного Ответа Теперь У вас Есть Название Дональд А если Вы Забили Точек Дональд А если У вашего Конкурента Дональд Дакс Всего Лишь Две Буквы Разница Все Вы Получаете Откат Вот Это Называется Бесплатный Поиск Плюс К тому Когда Делается Основательный Поиск Делают Проверяются Все Комбинации Букв Всевозможные Смысловые Комбинации К примеру Вам Может показаться Что вы Можете Зарегистрировать Русское Слово Волна Как Торговый Знак Но на самом Деле Американское Ведомство Переведет Его Как Вейв Естественно Вейвов Очень много И даст Вам Знак В первую очередь Включает Кучу Похожих Названий И ассоциативных А также Те которые Могут Звучать Похожи А тем более Если это Логотип То еще Логотип Разбивается На Свои Составные Элементы Как я Кружок Двухконтурный Овальный Со смещением И так далее Повторю Что нужно Чтобы начать Поиск Для Торгового Знака Нужно Во-первых Приложить Звание И изображение Если есть Логотип Если Его Если нет Логотипа В принципе Делается Поиск Без логотипа Либо мы Можем Разработать Его для вас Также Важно Приложить Ссылки На продукт С Амазона Или с Ебэя Не важно Где есть Фотографии Чтобы Мы могли Четко Понять Ваш товар И Классифицировать Его Как я Говорил За каждый Класс Ее Стоту Замает По 275 долларов Попает Такое Что Компьютерная Мышка Вот яркий Пример Попадает Обычная компьютерная Мышка Попадает В один Класс Игровая Компьютерная Мышка Попадает В другой Класс При регистрации Если вы Торпуете Обеими Мышками Ну Обеими Мистерия Класса Хотя Казалось бы Это На и та же Мышка В общих Чертах Сейчас Секундочку К неймингу Вернемся К неймингу Для Разработки Нейминга Нам В первую очередь Понадобится Для Простого Варианта Один Товар Под него Мы вам Разработаем До Пяти Где-то Около Пяти Наименований Точно Скажи Три Четыре Пять Точно Потому что Около Люди Не понимают Пять И все Минимум Пять Это Будет Минимум Пять Мы Разработаем Пять Нагинований Которые Будут Проверены На Точное Название С Возможностью В принципе Регистрации Пока Что Мы Еще Скажем Так Разрабатываем Услугу Нейминга Когда Вы Выберете Из этих Пяти Названий Одно Мы Разработаем Под него Логотип Тоже Несколько Вариантов Три Четыре Логотипа Под Это Одно Название Уникальных Под заказ Сто процентов Проверенная Скажем так Где-то С 70% Вероятностью О регистрации Торгового Знака Если Вы Дальше Идете На регистрацию Торгового Знака Мы Заканчиваем Поиск То что Я говорил Поиск Наподобие Уже Делается Поиск Именно Для регистрации Торгового Знака Также Есть Другой Вариант Более Большой Скажем так Более Дорогой Который Выполняется Для группы Товаров То есть Если У вас Есть Три Четыре Пять Товаров В Одном Классе Или В Двух Трех Классах Для них Будет Подобрано Одно Общее Название Не Для Каждого Товара Как В Первом Случа А Для Допустим Четырех Пяти Товаров Будет Подобрано Одно Синтетическое Название Которое Будет Их Объединять И уже Под Это Название Можно Будет Разработать Тоже Вариации Логотипов По Желанию Подборка Доменов И остальные Какие-то Дополнительные Услуги Без Проблем Для Заказа В первую Очередь Принцип Нужны Нужно Чтобы Вы Определились С товаром Потому Что Если Вы Говорите Что Вы Хотите Работать Со Всеми Товарами То Это 35 Класс За Каждый Класс Поиск Можно Брать По 100 Долларов Сами Посчитайте Эта Сумма Выйдет В районе 5000 Долларов Только За Поиск То Вам Нужно Определиться С Какой-то Группой Товаров И По Ним Уже Можно Будет Как-то Работать Еще Раз Для Заказа Нужно Чтобы Вы Определились С товаром Его Фотом Если Есть Какие-то Линки С Амазона С ebay Неважно Желательно Чтобы Вы Определились Либо Время Либо Заранее С Какой-то Световой Гамой Допустим Вам Больше Нравятся Зеленые И Желтые Цвета Это Несколько Упростит Задачу И Возможно У вас Есть Какие-то Пожелания К К Чечевые Слова В принципе При Таких Заказах Которые Разрабатываются На Группу Товаров Это В основном Все-таки Фантастика Или Синтетика Если У вас Есть Какие-то Пожелания Можно Принцип Их Принять В Разработку К Примеру Допустим Для Как пример Разработанного Наименования Торгового Знака Допустим Для Товаров Для Дома Было Разработано Наименование И логотип Золушка Фантастическое Название Фантастический Герой Но он Ассоциируется С товарами Для Дома Девушка Мистер Мускул И так Да Да Есть Подобные Вариации У меня Знаешь Какой Вопрос Знаешь Такой Вот Интересно Ты Сделал Нейминг Пускай За 150 Долларов 5 Вариаций Текста 2-3 Варианта Или 5 Вариантов Графического Знака Человек Заказал Получил Начал Торговать У него Пошли Хорошие Продажи Он К себе Обращается Говорит Я хочу Теперь Зарегистрировать Торговую Марку Он Что Теперь Должен Опять Заново За проверку Платить Деньги Как Это Будет Или Ты Можешь Смело Брать Этот Товар Или Лайт Формат Какой-то И Его Начинать С регистрации Как Это Будет Если Человек С нуля К тебе Пришел Вы Проверяется 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 Как Проверяется Он Тебе Обращается Ты Говоришь Вот Ты Начинаешь Проверку За 100 Долларов Проверяешь 95% Говоришь Не Проходят Переделываете Они Заново Переделывают Потом Переделывают Полностью Товар Переделывают Линейку Бренды Меняют И все Остальное И после Это Ток Ты Регистриешь А вот Как Здесь Когда Ты Уже Подготовил Человеку Готовый Получается Что Первый Поиск Как Таковой Включает Себе Просто Предварительную Подготовку Названия Когда Он Придет Естественно Что Поиск На Регистрацию Торгового Знака В принципе Действительно Один Два Три Дня Потому Что Через Три Дня Может Появиться Те Же Самые Торговые Знаки С Торгового Знака Только Мы Сделали Мы Уже Сразу Должны Подавать По Времени Понятно Что Причина Понятно Потому Что Все Хорошо Вовремя Потому Что Через Три Месяц Человек Придет Все Может Уменяться Абсолютно Мы Понимаем По Деньгам Дороже Сколько Этому Будет Стоить Обычному Человеку Будет 100 Доллар Если Я Понял Если Допустим Человек Разработал Регистрацию Существенную Потому Что Мы Уже Уверены В этом Названии Мы Естественно Его Проверим В последний Скажем Так Сделаем Дополнительный Поиск Который Будет Коротким Допустим Вместо 100 Долларов Этот Поиск Будет Стоить Либо 50 Долларов Либо Мы Вообще Ничего Не Возьмем За Поиск В процедуре Регистрации Возьмем Сразу На Регистрацию Через Там В течение Трех Месяцев То Соответственно С 50% Скидка Наверное Так Где-нибудь Вот Это 50 Долларов Дорно Ну Три месяца Денис Я думаю Что это Маговато Допустим Месяц Месяц Просто Вряд ли Человек Успеет Запуститься Я вот О чем Потому Что Ну Два Полтора Просто Месяц Ты сделал Марку Человек Должен Произвести Продукт Потратить Месяц Пока Товар Доедет Через Месяц Он Только Поймет То Из-за Это Говорю Что Скорее Всего К тебе Обратятся Ну Так Вот Если Я Например Обращался Примерно Два Тире Скорее Все Три Месяца Ну Уже Были Такие Случаи На Практике Человек Обращался Со Своим Торговым Знаком Но Пока Завозил Товар В принципе У него Уходило Где-то Месяц Полтора Будем работать Тот же Самый Понятно Да Ну Есть Плюс Что Мы Разрабатывали Это Название У нас Хотя бы Есть Какие-то Скажем Так Уверенности Уникальное Главное Чтоб Не появилось Каких-то Новых Конкурентов Или С Приоритетом Давай Тогда Так Чтоб Людям Было Понятно До Двух Месяцев Будет 50% Скидка После Двух Месяцев Соответственно Все Будет По Деньгам То Человек Который Все Это Разработал У него Будет Гораздо Больше Вероятность Что Ему Не надо Будет Переделывать Товар Упаковку И все Остальное То есть Вот так Наверное Да Конечно То есть Вы Не выиграете В скидке Потому что Объем Работы Будет Абсолютно Такой По Поиску Проверки И Все Остальное Но Вероятность Того Что Они Не Найдут Достаточно Высокая Потому Запас Прочности На Уникальность Этих Слов Все Равно Будет Больше Гораздо Чем Который Мы Придумываем Мне Кажется Наверное Так Проще Будет Но Ты Уже Это Не Сейчас Нам Не Надо Обязательно Определяться По Прайсу Я Просто Вопрос Сдаю Ты Прайс Потом Выставишь И В Таблицу Инструментов Я Дополню То Уже По Неймингу Конкретно Да Так Будет Правильно И Вернемся К процедуре Регистрации Торгового Знака Предварительный Поиск У нас От 100 Долларов Подача Документов 675 675 Включает Это Для Одного Класса То Наша Такса 400 Долларов ЮСПТО Берет По 275 Долларов За Класс Естественно ЮСПТО Эти Деньги Не Возвращает В Эти 675 Долларов Также Входит Ответ На Простые Возражения Экспертов Или Уточнение Если Возражения По Похожести Или Отказ Или Более Серьезные Какие-то Скажем Так Притязания Экспертов И Бывает Даже Оппозиция Конкурентов То Это За Это Дополнительная Плата Обычно Это От 100 До 800 Долларов Это Стандартный Случай Тоже Зависит От Сложности Случа Вот К примеру Недавно Было Интересное Возражение Экспертов Экспертов Эксперты Предложили Выдать Логотип Но Не дали Уникальность На Название То есть Не посчитали Нужным Вернее Они посчитали Его Описатель К примеру То что Называется Масло Масля У человека Был товар Масло И Эксперты Посчитали Что в названии Товара Присутствовал Присутствовал Прямой Намек Но в принципе Это было положительное Решение Интересно Посмотреть Тоже По расценкам Адвокатов Юристов Казалось бы В принципе Довольно таки Несложное Относительно Несложное Дело Вернее Возражение Цены Адвокатов На На ответ На это возражение Колебались От 200 До 1200 Долларов Сразу же Скажу 1200 Долларов Попросила Компания Международного Уровня В которых Скажем так Я на 100% Уверен Но они Сразу же Мне сказали Что Вероятность Положительного Результата В лучшем Случа Достигнет 60% Все же Остальные Которые Скажем так Как юристы И адвокаты Более Слабого уровня Спросили таксы 600-800 долларов Некоторые давали 80% Гарантии Некоторые вообще Никаких гарантий Не давали То есть Можно представить Вот такой Разброс И что вы выбрали Мы выбрали Согласиться Мы по-любому Получаем торговый знак С логотипом Этого достаточно Для того Чтобы работать На Амазоне А тратить Деньги С 50% Результатом Клиент Почитал Невыгодно Согласен И разница Была В принципе Небольшая Если бы Это был отказ Тогда еще Можно было бы Как-то спорить Так Человек Получает Защиту Он уже Может Работать На Амазоне Также У нас Появилась Новая Услуга Защита Авторских Прав С листингов То есть Фотографии Видео Единственное Что это Должны быть Ваши Уникальные Вами Разработанные Фотографии Или видео Ну Здесь уже Нету Такого Жесткого Критерия Подбора Как с торговыми Знаками Здесь просто Нужно Чтобы Они были Разработаны Специально Для вас И Нигде Не повторялись Данная Услуга В принципе Где-то 300 долларов Начинается Это зависит От количества Фотографий Объемов Видео И так далее Под авторские Права Попадают Книги Статьи Фотографии Статуэтки Программы Вернее Листинг Программ Листинг Баз Данных И так далее При Регистрации Авторских Прав Вы получаете Сразу же Номер Который Можете Пользоваться Но сертификат Вы получите Через 4-6 Месяц Вы его Получите Скажем так С 99 Ну хорошо С 95 Процентной Гарантии Если вы Конечно Наглым Образом Не скопировали Откуда Откуда Эти фотографии Или видео Или книгу Ну То есть Это должно Быть что-то Свое Авторское То что Вы разрабатывали Специально Под ваш Товар Есть Специальный Программ В котором Откуда Да В данном Случае Мы В принципе Поиск Не делаем Потому что Он Во-первых Довольно Таки Дорогой 200-300 Долларов Когда Сама Процедура Стоит 300 Долларов Верим Клиенту Если Клиент Говорит Что Это Его Авторские Фотографии Сделаны Для него Мы Запускаем Их на регистрацию Точно Так же С книгами Если Клиент Сказал Что Он Написал Эту Книгу Мы Не будем С ним Спорить Под его Ответственность Так С патентами Очень Интересная Ситуация Перед тем Как Работать Многие Запускаются Начинают Торговать И Не Проверяются Товары На Патенты Иногда Просто Заранее Ясно Что Данный Товар Запатентован И Незачем Им Торговать Это Можно Проверить Даже Без Патентного Поиска Запросить У поставщика Запатентован Ли Товар Недавно Был У меня Случай Позвонил Клиент Спросил Я хочу Закупить Партию То есть Продают Аккаунт На Амазоне С партией Товар Я хочу Его купить Но есть Сомнения Насчет Того Что Аккаунт Был Забанен Если Там Патент Проверили Действительно Есть Патент Действующий Китайцы Прекрасно Знают О том Что Есть Этот Патент И Продают Дальше Другим Каким-то Клиентам Которые Точно Также Будут Забанены На Амазоне Потому Что На Амазоне Есть Серьезная Компания Которая Будет Банить Всех Постоянно По своему Патенту Товар Довольно Таки Простой Знаете Серии Носков Секретов Не Выдан Больших Но Даже Такое Бывает Торговать На Амазоне В первую очередь Спросите У поставщика Запатентован Товар В какой Стране Возьмите Номер Также Заберите В Амазоне Название Вашего Товара С словами Патент Пендинг Регистет И тому Подобные Какие-то Комбинации Которые Помогут Вам Хотя бы Понять Что Есть Клиенты С серьезными Торговыми Знаками Есть С патентами И только После этого Уже Когда Есть Более Менее Картина И вы Скажем Так Вы Ничего Такого Серьезного Не нашли Уже Можно Заказывать У нас Патентный Поиск Также Есть Процедура Патент Пендинга Так Называемая Подача Предварительного Патента На Один Год Есть Предварительный Поиск От 100 Долларов Есть Подбор Разработка Чертежей Если Они Вам Нужны Сама Подача Документов В районе От 500 Долларов Есть Процедура Подачи Патента На Дизайн Также Она Включает В первую Очередь Поиск Подготовка Чертежей В Дизайне В большинстве Случаев Чертежи Обязательны Ну В принципе Если Они У вас Есть Вы Можете И Сами Предоставить Подачи Процедуры Документов На Дизайн Итого Обойдутся Где-то В сумму В 1750 Долларов То есть Первая Часть Будет Где-то В районе 1000 Долларов В зависимости От нюансов И Вторая Часть Где-то В районе 750 Также Могут Быть Возражения Но Обычно Для дизайнов Они Крайне Редки Процедура Подачи Патента На Изобретение Здесь Есть Интересный Нюанс Прошу Обратить Внимание На Первый Пункт Поиск На Новизну То есть До Этого Мы Говорили Что Есть Поиск Патентный Поиск Который Стоит 100 Долларов Это Просто Поиск На Толар Скажем Так На Действующий Патент Поиск На Новизну Включает Себя Поиск Скажем Так За Все Время Существования То есть Он Включает Себя Поиск По Всему Объема Знаний Человечества Который Известен То есть Для того Чтобы Запатетовать Патент Утилити Патент На Изобретение У вас Должно Быть Что-то Новое Если У вас Нет Нового Элемента Или Нового Свойства Или Новой Функции Данного Материала Для Химических Каких-то Элементов Там Масок И так Далее Мази Это должен Будет Новый Состав Или Новый Компонент Нужно Нужно Найти Вот Именно Эту Новую Часть Которая Позволит Вам Получить Патент Данные Патенты Намного Дороже И намного Сложнее Но В свою Очередь Они Являются Самыми Высокозащенными Позволяющими Плакировать Рынок По Малейшему Нюансу Допустим Если Это Патент Какой-то На Устройство То Не важно Как Будет Выглядеть Это Устройство Красное С Другой Формой И так Далее Все Похожие Устройства Будут Заблокированы То Есть Я Всегда Провожу Яркий Пример Как Понять Разницу Что Такое Патент На Дизайн И Патент На Изобретение Всем Известные Очки Поворот Форма Этих Очков Это Патент На Дизайн Сам Принцип Поляризации Стекол Это Патент На Изобретение То Если У вас Есть Патент На Изобретение Поляризован Стекол То Вы Можете Забанить Все Поляризованные Очки Стекла На Амазоне Текол Нужно Это Придумать Так Пока У меня Все Есть Какие-то Вопросы Уточнения Один Патент Я Секреты Я Понимаю Что Достаточно Большое Время Пройдет И Придется Обратно Делать Человеку Работу И За Это Он Скидку От Собой Сделать Не Сможет Если Сразу Человек Не Сможет Спланировать Что Например Однозначно Он Будет Его Регистрировать Практически Сразу Потому Что Когда Мы Заказываем Торговую Марку И Вот Этот Нейминг Именно Тот Момент Когда Мы Начинаем Производство Вот Сейчас Я Заказываю Товар Новый И Я Разрабатываю Нейминг Китайцы Две Недели Делают В Течении Двух Недель Мне Надо Разработать Упаковку Разработать Само Название Логотип И Все Дела Вот Его Произведу Соответственно Приедет Он Пускай Даже Через Месяц Через Месяц Я Пойму Что Это За Товар Если Все Нормально У меня Вылетит В Аутов Сток Скорее Всего 500 Я Привезу 1000 Вряд Либо Больше Повезем Вот Потом Опять У меня Пауза Опять Вторая Поставка Я Для Себя Понимаю У меня Сейчас Есть Товар Который Мы Хотим На Торговую Марку Подать По Патенту Мечтать Не Приходится Потому Что У нас Ничего Нового Нет Но Хотя Б Торговая Марка Мы Ждем Вторую Поставку Когда Мы Зацепимся Мы В 4 Раза Поставку Везем Больше Чем Первая Вот Из-за Этого Нейминг Сейчас Мы Тестируем На Новом Очередном Нашем Товаре Как Мы Разработаем Соответственно Логотип Шрифт Я так Понимаю И Дизайн Какой-то Рисунок Наверное Если Все Норм В принципе Логично Мы Запускаем И Опять же Со Второй Поставки Я Планирую Регистрировать Сразу То есть Вторая Поставка У меня Получается Первая Поставка Я Трачу Деньги На Продвижение Вторая Поставка Если Все Нормально Именно На Торговый Марк Потому Что Она Делась Достаточно Долго Там Я так Понимаю От Восьми До Двенадцати Месяцев Но Фиджет Кьюб Что-то Я Не Вижу Патента До Сих Пор А у Него Там В конце Августа Будет Патент Ну Так Что Вопросов Много Не Так Все Просто Это Такое Больше Да Действительно У нас Такие Заумные Лайвы Не Сильно Популярные Потому Что Чисто Многие Не Дошли До Этого Но Кто Задумывается Действительно Серьезном Бизнесе Не Так Чтобы Уволиться С работы Привезти Один Два Товара И На Эти Деньги Жить А Действительно Торговать На Амазоне Профессионально То О Торговых Марках Надо Задумываться Помимо Того Что Торговая Марка Еще Дает Какие Приросты Продажам Ценность Продуктов И Всего Остального Но Это Как Бо Будущем Сейчас Об Этого Говорит Смысл Торговая Марка Для Меня Лично Чтобы Меня Действительно Сделать Приват Лейблом Сделать Бренд Регистр Сделать Бренд Гейтинг Может Быть Когда Нибудь Вот Ну И Двигаться В Этому Направлению Если Я Понимаю Что Я В Этой Ниши Будет Тусоваться Значит Как Раз Вот Эти Так Называем Категории Я Опять На Этой Деньги Скам Но Я Так Насколько Знаю Крупные 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 Эти Как И Звать Продавцы Производители Они Сразу Во всех Категориях Регистрируют Торговые Марки Правильно Чтобы Никто Ни Справа Ни Слева Не Мог Да Это Когда Большие Корпорации Так Ну В принципе Вот Есть Такой Нюанс Что Люди Обычно Забивают Себе Какой-то Класс И Ими Идут Потому Что В Одном Классе Настолько Много Товаров Там Их Просто Секундочку Ну На самом Деле Не столь Важно Для Крупника Много Или Мало Делать А Для Мелких Около Тысяч А Для Мелких Мы На Начальном Этапе Не Можем Сосредоточиться И вот Эти Классы Еще Сидеть Там Разбираться Сложно По поводу Кто Сегодня Нас Ведет Вопрос Был Александр У тебя Фамилия Гизма У меня В таблице Инструментов Есть Я смотрю Здесь Вот его Контакты Почты Есть Презентация Ну И В принципе Мы уже Давно Очень Работаем Сколько Мы с тобой Наверное С того Года Еще Начали Сотрудничать Да Так что Скоро Будет Год Почти Ну Вот Так что Если Надо Обращайся В принципе Что тут Еще Что-то Все Сложно Ну Да Не Просто Ну Если Было Просто Скажем Так Все Бо Этим Занимались Честное Слово Говорю Что Я Занимаюсь Уже Больше Десяти Где-то Пятнадцати Лет Этим Вещами Этими Вещами И Все Равно У меня Появляются Какие То Люди Некоторые Спрашивают А ты не юрист Типа в Америке У тебя Есть ли Разрешение Все остальные Моменты Я сотрудничаю С адвокатами У которых Есть разрешение То есть По себе В своей стране Я У меня есть Разрешение Я могу Работать По международной Процедуре Либо Точно так же Напрямую С адвокатами Все понятно Тут теперь Пошли Сложный вопрос Алена Спрашивает Ты забиваешь Не свои классы И не пользуешься Торговая марка Ликвидирует То есть Вот с этими Моментами Когда Сделал Торговую марку А сам Не продаешь Не работаешь Не пользуешься Да Есть такой Нюанс То есть Вы должны В принципе При процедуре Вы указываете Что вы будете Торговать Допустим Этими товарами Потом После получения Торгового знака У вас есть Полгода Начальник Торговая марка Торговая марка Тогда Вам Их Оставляют Если Вы Допустим На два товара Которыми Вы не начали Торговать Вам Их Аннулируют Если Это были Полностью Два товара То есть У вас Всего было Два товара То вам Аннулируют И торговый знак Точно Так же Бывает Часто Что Допустим Вы Запустились Торгуете Одним товаром А потом Перестали Торговать Ваши Конкуренты Имеют Право Аннулировать Ваш торговый знак За то Что вы Им не пользуетесь Подать заявление И вам Аннулируют Короче Все Вам там Много Нюансов Ален Я понял Что это не вопрос Просто мы уточняем Потому что Нюансов Море Там еще Можно Регистрировать У кого-то Преимущества Вот Денис Хорошо Что вы задали Вопрос Я вспомнил Вообще Есть такой Нюанс Разделение Юридической Ответственности Допустим Каждая Отдельная Ситуация Требует Своего Анализа Ну Можно Попытать Какие-то Общие Рекомендации Допустим Как Регистрировать Торговый знак На физическое Лицо Или Юридическое Вначале Лучше всего Всегда Регистрировать На физическое Лицо Потом Вы открываете Фирму И передаете Лицензии Своей же Фирме На основании На основании Этой Лицензии Очень выгодно Выводить Деньги Из фирмы Себе На физический Счет Есть такое Понятие Как Ройлти И Плата Лицензии И это Все Абсолютно Закон То есть Первая Рекомендация Это Общие Рекомендации Открывать Торговый знак Регистрировать На физлицо Вначале Вот Том По мере Продвижения Бизнеса Желательно Открыть Юрлицо Для того Чтобы Римитировать Свою ответственность Перед покупателем Если на вас Подадут в суд То будет отвечать Юридическое лицо То есть Фирма И вы Своим имуществом В данной ситуации Никак не отвечаете Недавно Вот Кстати Осель Предлагала Услугу По регистрации Фирм У нее Довольно-таки Приемлемые цены Вот Двухсот долларов Она бы лучше Разработала На каком банке Счет открыть Вот это Была бы тема Вот Пока что Она Сказала Что поинтересуется Этим вопросом Но как таковое Она говорила О том Что При открытии Юридической Фирмы Она сможет Находить Кредиты Под товар Для Амазона Ну давайте Она когда Подготовится Все Тогда уже будем Про кредиты Говорить Сейчас Да Это уже Какая-то тема Знаешь Для другой группы Где больше Вас требована Эта тематика Будет Тут Сейчас знаешь Сколько бомжей Наберут Так Ладно К серьезному Алена спрашивает В чем разница Регистрация Торговой марки Только слова Слова Графическое Изображение Или Графическое Изображение Просто что ли Так он В первую В первую очередь Словесное Выражение Считается Одним из Наиболее Сильных По защите В комбинации С логотипом Защита Повышается Еще больше Если же Регистрируется Просто Логотип То защита Считается Слабее Данного Варианта Ну вот В общем Че так Все ясно Короче По десятибальной Системе 7 10 И 3 Да Что-то 5 Где-то 5 Сергей Спрашивает Открыть Фирму Это значит Зарегистировать Свой Магазин С Торнем Или Может Выбрать Любое Имя Или Можно Выбрать Любое Имя Подождите Для Выбора Для Открытия Фирмы У них В Америке Точно так же Проверяется Название Уже Фирм Это За это Уже Будет Отвечать Юрист Который Будет Открывать Вам Фирму Запись Будет Как Всегда Да Кстати Разница В цене Еще Алена Спрашивает По Тем Трем Вариантам Графика Текст Разницы Никакой Да У нас Тариф Одни и Те же Есть Небольшие Нюансы При проверке При поиске Но У нас Цена Одна Та же Может У кого-то Другие Запись Как Всегда Будет Спрашивать Не Надо Будет В Группе Именно Вот Этот Формат В Ютьюбе И На Фейсбук Страничке Будет Обрезан То Все Так Вопроса Больше Нет Не За Что Обращайся Можно По Домам Как Обычно Так Азамас Спрашивает Есть Помесячная Или годовая Плата За торговую Марку Или Одноразовая Плата Ну Это Как С Другой Договоришься Если Это Не Твоя А Если Твоя Ты Один раз Зарегистрировал И Какие Дополнительные Заплаты Там Еще Есть Еще Плата За Поддержание Вселен Сейчас я покажу Давай Смотрите Идет процедура Регистрации Вот она Подача документов 675 долларов Потом Через 5 лет Идет Подтверждение Использования Обычно Это Где-то в районе 250 долларов Где-то в этом районе И потом Каждые 10 лет Вам нужно Платить за Защиту В районе 625 долларов Ну Все Понятно Так что Вот такая Вот история Если честно Для меня Амазон Самая Тема Такая Гнилая Вот Раньше Была Это Торговые Марки И Патенты Вот Сначала Была Сложность Регистрации Понятно Но Непонятно Было Как Проверять Как Мы С Александром Как Раз Объединились В этом Направлении Эту Дырку Заткнули И то До сих Пор В любом Случе Есть Всегда Вот Эти Вот Проценты 100% Гарантии Нет Всегда Есть Сложность Потому Что Все Относительно Ну Вот У меня На данный Момент Остался Самая Моя Больная Тема Сертификация То То есть Если У кого Есть Специалисты По Сертификатам Кто Может Делать Компании Я имею Универсальный Понятно Что Частями Можно Так Все Запись Короче У нас Сдохла Походу Саш Ты Здесь Да Здесь Ну Короче Обрезалось У нас Все Вот Давай Тогда В принципе Все Сказали Все Ясно Все Понятно Да На ответ На вопрос Ответили Думаю Все Рассказали Подготавливаю Тогда Текст Новый Я В таблице Инструмент Все Поменяю Нейминг Добавим Вот Эту Регистрацию Всех Вот Эти Моментов Кстати Нас Еще Кто-то Слышит Нет Нет Все Кстати Знаешь Кто Заказывал Копирайт